Приветствую вас, мы сейчас разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, в последнее время очень сильно хочу интима, а партнер 40 лет не готов, 2 или 3 раза в неделю. В последнее время раз в неделю идут со скандалом, а самому хочет, начинает приставать раз в 2 недели или раз в месяц. Что с этим делать? Уже разговаривали или скандалили, дело доходило до серьезных скандалов. Вот, значит, пыталась брать насильно, так там вообще муж сказал, что я больна, больна, вот. Ну, правда, после скандала все нормально. Что с этим делать? Предлагал идти ему к сексологу или психологу, он сказал, что мне надо идти туда, у меня проблемы, а не у него. То работа, усталость, то проблемы с озорованием и всегда отмазки. Ну что же, во-первых, я думаю, что если идти к психологу или к сексологу, то как минимум вам обоим. Мне кажется, что несколько деструктивным тот посыл, такой посыл, чтобы именно ваш муж, да, точнее партнер, ну, вы пишите муж, значит, ну, взваливал все на себя. Это первое. Второе, конечно, это скандалы ваши. Как я думаю, многое, в том числе, может быть, даже и ваши потребности, усилившиеся в последнее время, связаны могут быть именно с скандалами. Вот, то есть, может быть, такое, что какое-то недовольство, какое-то раздражение, злость, может быть, на вашего мужа выливается в наши, значит, вот такие потребности, да, то есть, ваши потребности в интиме больше становятся. По факту, все сводится к скандалу, вот, и на самом деле, на мой взгляд, трудность здесь заключается именно в вашей коммуникации с мужем, вот, в контакте между вами, в отсутствии диалога между вами, и в том, как в целом вы друг друга воспринимаете, и в целом, как вы друг к другу относитесь, вот. Следующий момент касается, наверное, того, что прямо вытекает из предыдущего, это то, что если бы между вами был контакт, если бы между вами было общение, вот, то вполне возможно, ну вот, то, что у вас изменились потребности, условно говоря, у него нет, да, вот, можно было бы решить творческим подходом, вот, благо, не все, как бы, может сводиться к классическому виду секса, вот, поэтому тут тоже исключительно все упирается в, так сказать, ваши, ну, фантазии, да, и вот, так сказать, ограничено только в вашем восприятии, на мой взгляд, вот, и при желании вполне можно, в общем-то, найти способы, возможности, чтобы удовлетворены были и вы, и чтобы ваш муж, да, не заставлял себя, не принуждал себя, вот, вот, к тому, что, ну, ему не хочется или он не может. Следующим важным, как мне кажется, моментом является то, что вы называете позицию своего мужа обмазком, то есть вы ему по какой-то причине не верите, возможно, вам кажется, что человек вас обманывает, да, то есть какое-то вот недоверие присутствует. И большая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вот недоверие, в первую очередь, связано именно с теми, что вы, скорее всего, себя сами обесцениваете. Вот, я не знаю, конечно, как вы к этому отнесетесь, да, и, ну, условно говоря, согласитесь ли вы со мной, может быть, нет, вот, но тем не менее, тем не менее, как мне кажется, вот, очень, значит, очень часто, очень часто, ну, вот, на мой взгляд, проблематика, вот, как раз, недоверие заключается именно, именно, вот, в том, что, ну, вот, человек, значит, обесценивает себя, вот, и, как-то, вот, перекладывает, условно говоря, да, да, а ответственность, значит, за это на другую, на другую, что, конечно, ничему хорошему, естественно, не приводит, ну, не может, не может никаким образом, да, привести, вот, то есть, тут, вот, такой аспект тоже нужно, конечно, озвучить. Следующий момент, следующий момент заключается в том, что, значит, по вашим же словам, да, ваша потребность в сексе увеличилась, увеличилась, ваша потребность в сексе увеличилась, и я думаю, что само по себе это вряд ли случайно, вот, ну, на мой взгляд, это не случайно, вот, может быть, это, опять же, связано, связано, может, это, опять же, быть, связано с тем, как вы себя, например, ощущаете, вот, это может быть связано с тем, что вы, вот, в целом, да, чувствуете, вот, и, на мой взгляд, ну, вот, это тоже, что, как мне кажется, тоже, ну, чему тоже, как мне, как мне кажется, должно быть уделено внимание пристальное, потому что, если мы хотим разобраться в вашей ситуации, если мы хотим понять вашу ситуацию, если мы хотим помочь вам, если вы сами хотите, например, как-то вот, ну, сохранить, да, как, в принципе, вам сказал мой коллега, да, если вы хотите сами сохранить отношения, вот, со своим мужем, да, то есть, чтобы они, чтобы они, как-то вот, ну, не разрушились, например, вот, то, конечно, вот, ну, задача именно заключается в том, чтобы, вот, чтобы все это рассмотреть, а, и, чтобы убедиться в том, что ваша, повышенная, значит, сейчас, получается, либина, да, не является следствием каких-либо, ну, каких-либо, ну, ну, какой-либо проблем, да, такой, такой вот проблемой, значит, ну, психологической, проблемы психологического плана, вот, потому что, ну, такое вполне, к сожалению, может тоже быть, вот, значит, очень, очень часто, очень часто, значит, увеличивается потребность, значит, повышается либина, когда человек находится в, ну, таком состоянии напряжения, да, то есть, вот, и требуется зарядка человеку, вот, значит, нужно посмотреть, да, не повышалось ли у вас в последнее время напряжение, вот, естественно, и естественно, что, ну, так скажем, могут быть разные причины для того, чтобы, ну, произошло то, что произошло, да, то есть, это может быть даже, может быть даже проблема с самооценкой, вот, ну, например, вы можете, там, как-то почувствовать, да, что, например, что вы стали менее, допустим, цены для своего мужа, вот, вы можете чувствовать, что он, ну, как-то вот, стал холоднее к вам относиться, вот, у вас, соответственно, ну, вполне мог появиться, такой страх, вот, значит, что, ну, что мужчина вас больше не любит, да, муж, муж, муж вас больше не любит, вот, и, соответственно, вы, так же могли, вот, ну, почувствовать, ну, почувствовать, вследствие этого, значит, вы могли почувствовать, некую такую, вот, по-прежнему, в том, чтобы, ну, доказать, да, себе и ему, что, вот, все хорошо, да, что, по-прежнему, там, вы друг другу, например, нужны, вот, поэтому тут тоже нужно, конечно, этот момент исследовать, да, и разбираться уже несколько более, ну, деталки в тук-тук, значит, что происходит именно с вами. А, еще, на что хочется обратить внимание, ваше, это, пожалуй, на то, что, ну, как мне представляется, вы не очень чутки, да, и не очень внимательны, значит, к своему мужу, то, что вы, вот, ну, по сути, по сути дела, да, значит, насильно стараетесь. Получить то, что вам хочется, вот, и, как мне кажется, ну, это демонстрирует то, что вы к своему мужу не слишком уважительно относитесь, и, в общем-то, ну, на мой взгляд, скромный, на мой скромный взгляд, это довольно серьезная проблема, вот, которая, ну, вот, представляется мне, в общем-то, весьма и весьма серьезным препятствием на пути выстраивания, ну, ваших отношений, в дальнейших, вот, хотя, конечно, вы можете, ну, вы можете сами считать и по-другому. То есть, я вас в этом смысле ни к чему, естественно, ну, не проживаю, да, и, как бы, прекрасно понимаю, что, ну, у вас, может быть, в целом, ну, другое мнение, да, и в целом вы можете считать иначе, конечно. Вот. А вот то, что мне бы хотелось, наверное, сейчас вам сказать. Вот. А можно ли это исправить? Да, можно. Вы спрашиваете, и вот, ну, не один раз вы спрашиваете, что делать, и вот мне хочется, конечно, уточнить здесь этот аспект, да, вот, насчет слова, что делать, чтобы что. Вот. То есть, что делать, ну, что делать, для чего, да, то есть, ну, например, например, вы хотите, ну, если вы хотите, ну, заставить, допустим, своего мужа, ага, своего мужа, как-то вот, ну, делать то, что, то, что, то, что вам нужно, да, если вы хотите, чтобы муж как-то вот удовлетворял ваши потребности, да, ну, вне зависимости от того, хочется ли ему, этого или нет, вот, то вряд ли, в этом смысле, его можно заставить, это дело. На мой, на мой, на мой взгляд. Вряд ли. Да, вряд ли. То есть, это вопрос вот именно к тому, это вопрос, к тому и по поводу того, вот, собственно, как видится вам, значит, решение этой проблем, да, то есть, как бы сам себе видите решение этой трудности, вот, и, значит, вот уже, вот, в зависимости, ну, в зависимости от того, в зависимости от того, в каком направлении вы сами хотели бы двигаться, да, вот, уже, вот, можно будет вам что-то, ну, что-то, что-то предлагать, вот. Я думаю, как можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, в зависимости от однозначного решения здесь нет и, на мой взгляд, быть не может, да, потому что, ну, все-таки, это, вот, два взрослых человека, ну, то есть, ну, вот, в данном случае, вы и ваш муж, и мне думается, так, что, вот, ну, заставлять, да, требовать, что-то, ну, не является чем-то хорошим здесь и не поможет вам, значит, у что-то, значит, с, ну, с человеком, вот, значит, ну, вам здесь нужно, конечно, на мой взгляд, определиться со своими приоритетами, да, вот, то есть, что для вас важнее, вот, и что для вас предпочтительнее отношение с, допустим, мужем, да, в целом и выстраивание каких-то таких вот доверительных отношений с ним, учитывая его, ну, учитывая его возможности, да, его, его желания, его потребности, вот, или же все-таки ваши собственные желания и ваши собственные потребности, вот, это, на мой взгляд, вот, вот, с таким выбором вам придется столкнуться, к сожалению, к сожалению, от этого в данном случае, на мой взгляд, никуда не деться, вот, и придется этот вопрос решать, вот, если вам сложно, то психологи вам помогут, это все решат. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. До встречи. Продолжение следует...